Ивановские недострои. В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский встретился с замом гендиректора РК «Строй» Тимиром Батукаевым. Напомним, на завершение строительства объектов СУ-155 требовались дополнительные средства. Генеральный подрядчик РК «Строй» провел аудит деятельности подведомственной компании «Стройиндустрии Холдинг». Результаты отчетов генподрядчика удовлетворили. Сейчас новый транш от Банка «Российский капитал» перечислен субподрядчику. Работы продолжены. Поэтому я так понимаю и надеюсь, что у вас все разногласия урегулированы. И сегодня есть четкий график по достройке тех домов, по которым работы были приостановлены. Более того, я прошу вас выделить, я имею в виду «Российский капитал» представителей РК «Строй», чтобы отсюда не уезжали, пока дома не будут достроены. Специалисты лично выехали на объекты строения. Сейчас из 12 домов сдано 6. Первую и вторую секцию в Сухово-Дерябихском районе ведут в эксплуатацию до Нового года. Собственники получат свои ключи как раз к праздникам. Второй литер в микрорайоне Рождественский также планируют сдать до конца декабря. Что касается остальных объектов, почтовая и остальные литеры по микрорайону Рождественский, все объекты будут сданы в июле 2018 года. В основном это связано с тем, что необходимо будет завершить работы по благоустройству. Затруднение вызывает 38-й дом на улице Рапфаковской и 2-й на улице Парижской коммуны. Вести их в эксплуатацию мешает то, что электроснабжение здесь проведено по временной схеме. К концу января все работы на этих объектах планируют завершить. Вести по постоянной схеме два объекта. Это Парижскую коммуну и Рапфаковскую, которую мы получили с летом 2017 года. И чтобы люди могли уже в феврале, мы сегодня об этом губернатору сказали, что в феврале мы могли начать передачу ключей. И та сетца, которая была в 2016 году. За работами, как и требовал губернатор, будет следить главный инженер РК «Строй». Средств Банка «Российский капитал» для завершения строительства достаточно.